вот смотрите сколько дончиков это школа это школа и здесь какое-то у них подсобное хозяйство когда-то здесь было здесь какой-то сарай и школа вот она впереди здесь у них какое-то было подсобное хозяйство может оно даже сейчас есть но это для кухни для питания школьников вот там раньше наверное куры были и может быть даже и поросятки сейчас не знаю что там у них есть ну вот она школа 74 ну очень красиво все прям в дуванчиках вот там такое полянка они эту траву потом косят наверное все-таки есть у них или кролики там или что-то я просто сюда переехала поэтому не знаю ничего про эту школу никогда тут не жила вот только живу четвертый год здесь и поэтому не могу ничего сказать внутри я тоже там была но в основном я ходила когда голосовать то там была но по-моему один раз всего ходила раз в четыре года что-то у нас наверное голосовали за президента вот и в общем я там была а так конечно школа то я не знаю что там внутри так снаружи очень хорошо все отремонтировано хорошем состоянии вот здесь у них площадка ну тут площадка спортивная не очень а так вот деревья старинные я не знаю сколько лет здесь вот дорожки они сделали поэтому и вот здесь вот у них детская площадка сегодня суббота поэтому дверь закрыта а так обычно вот эта вот калитка открыта сюда тоже школьники заходят с той стороны заходят со стороны моего дома и здесь вот здесь вот дома пятиэтажные стоят вот и вот здесь вот учатся детки которые живут в этих домах и вот здесь вот детская площадка я иногда тут прихожу потому что дверь вот вот за этим вот зданием там ворота они обычно открыты ну сегодня суббота может быть даже и ворота закрыты а так обычно они открыты и я рано утром тут бегаю еще никого нет часов 6 они уже 6 утра открыты и я вот здесь на детской площадке бегаю ну где-то часов 6 в 7 вот так вот с 6 до 7 я вот здесь вот бегаю и тут не только я одна тут очень много собирается людей уставок конечно молодые для меня молодые нет уже 60 если допустим 40 то естественно они молодые а если не меньше 40 то вообще дети для меня это вот такая вот детская площадка ну я думаю что она даже открыта а вот раньше вот я вот четвертый год живу и это вот только вот последний год вот в связи с всякими событиями вот этими которые происходили в разных школах стали закрывать а раньше даже и вот там была небольшая ну по моему дыра просто в заборе вот там вот по диагонали вот где вот машина красная и там тоже заходили сейчас не знаю заделали ее сделали или сплошной забор или а там раньше была дыра даже вот некоторых вот некоторые детки могут тут сюда вот пролезть и где-то вот еще там я видела вот видите здесь вот уже не пролезешь а вот там вот можно пролезть и где-то еще я видела такие дырочки в заборах вот а там вот где вот эта вот машина вот красная там было вот целый проход вот целый проем вот снят сейчас не знаю давно уже я там не была вот а раньше все право через школу ходили вот так вот напрямую те кто на ленинский вот здесь вот я иду это будет улица переверткина а вот там вот будет ленинский проспект и вот кому нужно было на ленинский проспект ходили прямо через школу теперь вот здесь наверное ходят по тропиночке но это не тропиночка дорожка такая пешеходная вот это как тропиночкой ты не назовешь а раньше вот именно были тропиночки и там вот в школе на школьном дворе ну посмотрим сейчас вот лето настал это очень много будет бегать еще пока сезон то не настал бегать такого нет сезона чтобы бегать особенно в 6 утра а как только вот сезон настанет с 1 июня тут будет очень много людей желающих побегать вот они смотрите одуванчики красота а вот это вот крапива до конца мая ее можно рвать и есть вот видите целых заросли крапивы и чем больше ее рвать тем больше она будет расти с 1 июня она уже будет нехорошая а до конца мая еще ее можно употреблять в пищу суп из крапивы готовить ну вот все мои друзья все что я хотела показать